В районе 11 утра связь с самолетом Ту-134 пропала. Лайнер исчез с экранов радаров. Вероятный круг поиска удалось сузить при помощи специальной компьютерной программы. И вот аварийное оповещение. Воздушное судно обнаружено. Беспарашютное десантирование и экстренная эвакуация пассажиров. Человеку, не посвященному подобные действия, показались бы настоящей катастрофой. Но это внештатная ситуация, ничто иное, как одна из составляющих штатного расписания. Мы обеспечиваем прием воздушных судов практически всех, которые пролетают через Республику Беларусь. В последнее время были случаи посадки по болезни пассажиров, оказывали им помощь. Командир воздушного судна принимает в этом случае сам решение. И если видит, что необходимо оказать срочную помощь пассажиру, то он принимает решение. Не о вынужденной посадке. Учения в национальном аэропорту проходили сегодня в несколько этапов. Кроме ликвидации пожара на борту лайни, Распасатели продемонстрировали слаженную работу при тушении двигателей самолетов, шасси и разлитого топлива. А при помощи вот таких аварийных пневматических подушек специалисты тренируются эвакуировать получившее повреждение судна. Но вернемся к первому лайнеру Ту-134. Ведь куда важнее эвакуировать все-таки пассажиров. Если рассматривать нештатные ситуации, авиационные происшествия, то травмы совершенно различные. Травмы тяжелые. Переломы, ожоги, термические травмы, отравление продуктами горения, обшивки самолета. На импровизированном лайнере терпящем крушении находились 24 пассажира и 6 членов экипажа. Всем оказана экстренная помощь. В слаженном квартете в условиях чрезвычайной ситуации сработали команда аэропорта вместе со спасателем, медиками и пограничниками. К каждому из них сегодня отводилась своя роль. Они действовали зачастую на разных площадках, но в одной команде.